Новый мощный драконный чип, 28 гигов оператива и 512 гигов накопителя, технологии искусственного интеллекта, продвинутая соньковская камера с автостабом и 120 герцовым OLED дисплеем с шустрым тачем, 5500 мАч плюс 120 ваттная быстрая зарядка. На бумаге конфета, ну что на самом деле, давайте-ка разберемся. Здарова, народ, всем отличного настроения, вы смотрите канал China Gadgets, ну и посмотрите, ребятки, кому мы сегодня будем промывать все косточки, это новенький Realme GT6, получается сейчас флагманский девайс на рынке от компании Realme, заряженный по последнему слову техники, еще опять же в максимальной редакции, так что будем выжимать из него все соки, посмотрим на что же он гораздо способен. Ну а так, в принципе, поставляется на такой вот довольно скромной черной картонной коробке, название модельки, логотип Realme, а также вот такой вот шильдик AI, искусственный интеллект в недрах нашего сегодняшнего героя, позволяющий ему работать более, так сказать, шустро, опять же, обрабатывать фотографии, правильная цветопередача, убирать какие-то ненужные элементы на фото и так далее. То есть, на самом деле, возможностей тут очень и очень много, и самое главное, что в отличие от версии для Китая, тут очень сильно апнули камеру, тут лут 808, LUT точнее, от компании Sony, поэтому будет интересно посмотреть, как он покажет себя в плане фото и видео возможностей. Ну вот, собственно, сейчас мы и приступим, так сказать, к обзорчику и знакомству с новеньким Realme GT6. Итак, что тут интересно на задней стороне, конечно же, продублируем, опять же, все основные хвостые фишки, характеристики, о которых я говорила буквально пару секунд назад, но вот Snapdragon 8s Gen 3 я очень и очень хотел протестировать, так что будет отдельная, ребят, отдельная прожарка во всех современных играх с FPS, нагревом и троттлингом, потому что, опять же, смартфончик действительно, ну, крайне мощный. Так, общая у нас версия на 16 гигов оперативы и 512 гигов накопителя, зеркально-серебристый вариант, что же, как по мне, наверное, одна из самых интересных цветовых вариаций данного девайса, ну и, как всегда, ребятушки, разумеется, никого, никогда, ни к чему не призываю, всегда берите только те смартфоны, которые лично вам больше всего по душе. Я же, опять же, просто приобретаю девайсы, как-то, так сказать, по своим личным интересам, там, для канала, что-то показать вам, ну и, конечно же, по вашим личным многочисленным просьбам. В общем, пишите, заказывайте девайсы, буду покупать, тестировать и вводить их попутно на чистую воду. Ну, а сегодня мы займемся Realme GT 6. Что ж, ребятушки, приступаем к вскрытию, погнали! Итак, ребятушки, практически все готово, но я просто не могу вам это не показать. Ранее меня пригласили, так сказать, на презентацию данного смартфона, да, наконец-то я до этого дожился, но меня так просто не взять, поэтому я, разумеется, продолжил клепать ролики и, к сожалению, не поехал. А смотрите, какое пригласительное это было. Ребят, смотрите, вот такой вот буклетик Realme с письмом и, самое главное, это железный Арни на постере. I'll be back 20 июня, в общем, состоялась презентация GT 6 и, в общем, она в Италии там и у нас вроде как повсеместно. Он везде глобально запустился в одно время, это очень-очень важно. Также хочу подметить вот эту штуковину. Вы узнаете, узнаете, ребятки, кто это? Правильно, это задняя стенка, крышка от первой GT-шки. У меня он был и у меня он есть. Да, может быть, кто-то еще показывал вам вот эти вот пригласительные, но точно вряд ли показывал смартфон. И вуаля, ребят, посмотрите, кто это. Правильно, это Realme GT первого поколения, да, он все еще в строю, прекрасно работает, никаких вопросов, все окей. И машинка делалась, как говорится, на века. В принципе, в каком году он вышел? Если мне не изменяет память, в 21, где-то плюс-минус так, ну, пока что все окей. Тут 888 Snapdragon, 120 Гц. OLED-дисплей, он еще такой вполне себе компактный получается. И да, у меня в синем исполнении, потому что тогда, когда я его покупал, желтых не было. Они были там на вес золота, поэтому, в принципе, я так понял, как отличительную черту, решили прислать именно задник желтого. Кстати, надо попробовать ее поставить сюда, заднюю крышку. Если получится, обязательно отпишусь в телеге, покажу вам. Вот такие вот пироги. Кстати, владельцы GT-шек, вообще всех, обязательно отпишитесь в комментариях, как вам эти самые машинки. Так, ладно, ну а мы продолжаем извлечение нашего GT уже с шестой редакции. Так, давай-ка, дружище, удивляй. Большие надежды на данный девайс. Очень хочу протестировать его производительность. Так, разумеется, тут по классике жанра идет конверт, в недрах которого. Быстенько пробежимся в свою очередь. Посмотрим. Так, все, тут больше ничего нет. Но я подозреваю, что у нас тут должен быть нормальный, адекватный чехол. Да, действительно, это так. Есть руководство пользователя, скрепка для извлечения симулатка классика жанра. И вот такой вот чехол с бортиками здоровенными для защиты глазка основной камеры. Но камера у нас находится в левой стороне, а вот эта часть будет, по всей видимости, просто для красоты. Ну, по всей видимости, вот такое вот у нас тут дизайнерское решение. Справа у нас защита качельки регулировки громкости и кнопки включения. Тут есть все сопутствующие вырезы сверху, снизу. Далее идет, конечно же, сам гвоздь программы в серебристом исполнении. Так, давайте-ка быстренько пробежимся по комплекту. И у нас тут, как всегда, USB-C на USB-A кабель классика жанра. И вот такой вот здоровенный блок зарядного устройства с поддержкой быстрой 120-ваттной зарядки. Ну, он такой, кстати, наверное, весит больше, чем сам смартфон. Ладно, в общем, все. Вот так выглядит вся комплектация нашего сегодняшнего героя. В принципе, все окей. И давайте-ка извлекать его из конверта. Хопа, ребят, ну это просто слиток чистейшего серебра. Ну, вот эта штука будет по-любому жуткомаркой заляпающейся. И она, кстати, будет открыта. Ну, ладно, в общем, если что, в любом случае, это все поправится любым другим. Чехлом. Так, кстати, он такой довольно увесистый. Не супер тонкий аппарат. Это уже говорит о том, что у нас тут нормально должна быть батарейка. Ну, такое ощущается флагманским смартфоном. Но вот материалы корпуса, конечно, тут я ничего прям мега супер крутого в нем не вижу. Тут у нас используется пластик. Но вроде как все подогнано нормально. Ладно, сейчас огляжу более подробно. И уже поделюсь, так сказать, первыми впечатлениями. Ладно, в общем, убираем все ненужные транспортировочные пленки. И, собственно, знакомимся с экстерьером более подробно. На лицевой стороне Realme GT6 находится, кстати, довольно крупный на 6,78 дюйма дисплей. Но он не огромный за счет того, что у нас тут грани водопады. Также есть глазок фронтальной камеры прямиком сверху по центру дисплея. А также, ребятки, далее у нас идет разговорный динамик и датчики. Справа найдем качельку регулировки громкости и кнопку включения. На левом торце, ребят, у нас получается ничего нет. Сверху найдем прорези второго динамика громкоговорителя. Аппарат обладает полноценным стереозвучанием. А также тут есть инфракрасный передатчик для управления вашей бытовой техникой и дополнительный микрофон. На нижнем же торце есть прорези основного динамика громкоговорителя. USB-C разъем, микрофон и слот. Сюда можно поставить, ребят, только две наносим-карты. К сожалению, карточку памяти в данный девайс не установить. Ну и на тыльной стороне этого серебряного серфера находятся сразу три глазка основной камеры. В недрах каждого из них у нас по сенсору. А также тут есть вспышка, состоящая из двух диодов. Далее есть надпись 50 мегапикселей, а и камера с оптической системой стабилизации. Ну и за пределами глазков камер, конечно же, логотип компании Realme. Ну что ж, ребятушки, продолжаем наше сегодняшнее знакомство. И я, как всегда, как всегда, жду ваши острые комментарии по поводу внешки нашего сегодняшнего героя, по поводу его характеристик и так далее. А быть может, среди моих зрителей уже есть владельцы данного смартфона. Будь то версия для Китая, будь то глобальная версия и так далее. Обязательно пишите и выскажите свое личное мнение по поводу данного девайса. Какие нашли плюсы, какие минусы и так далее. Быть может, это кому-то окажется полезным при выборе смартфона. Так вот, от себя добавлю, что, в принципе, опять же, дизайн классический. Немножко с нотками предыдущих поколений и уже новых. Тут нет круглого, огроменного глазка основной камеры, как сейчас модно. Опять же, на тех же Realme серии 12 Pro и так далее. Ну и не только Pro, потому что у них и в младших, так сказать, их собратьях тоже общий стиль. Тут же стиль отличается. То есть, они решили выделить GT-линейку на фоне остальных девайсов от компании Realme. В целом, смартфончик смотрится довольно-таки неплохо. Как я уже подметил, он такой сбитенький. Он не маленький, но и в то же время не гигант. То есть, за счет вот этих вот граней водопадов, он, в принципе, а, кстати, они еще и с этой стороны. Тут тоже закругленные немножко грани присутствуют. Поэтому в руке смартфон лежит, ну, вполне себе уверенно. Единственное, что, ну, современный крупный девайс. От этого никуда не деться. Бегать по экрану рукой все-таки придется. Но от этого, ребятки, сейчас и никуда не деться. А, кстати, вот захотел я сейчас сравнить, не зря, что я его достал из широких штанин, обычный Realme GT, так сказать, первого поколения основоположник. И, собственно, самый старший GT 6, новиночка и так далее. Можем посмотреть, как он вырос, не вырос по габаритам. Вот этот аппарат обладает экраном наше целых 43 сотых дюйма. Можете, кстати, сразу... О, а он-то не сильно и крупнее у нас получается, да? То есть, в принципе, он такой даже по современным меркам адекватных размеров. Он не гигант, однозначно. Ну и тоже пишите в комментариях, какой дизайн вам нравится больше. Легендарного старичка или вот этого вот серебристого новичка. С радостью побеседуем и разберем их обоих по косточкам. Так, ладно, в общем, ребятки, что ж, в целом по сборке все окей. Повторюсь, нет никаких премиальных материалов корпуса, но собран смартфончик хорошо. Тут я придраться нигде, опять же, не смог. Крутил в руках, ничего особо такого криминального не нашел. Поэтому запускаемся, проходим все необходимые быстрые настройки и продолжаем. Ну что ж, ребятушки, запускаем эту зверюгу. Ну и, собственно, нас по традиции, по классике жанра встречает Realme UI. Давайте-ка быстро посмотрим, какой тут она получается у нас в версии. Информация о девайсе Realme UI 5.0. Максимально актуальная версия прошивки непосредственно на момент съемки данного видео. Потому что потом она, разумеется, будет отличаться. Так, даже мой GT первого поколения, вот сейчас я его включил, он там обновляется, обновляется, там ставят какие-то обновы. То есть, в принципе, вот аппарат 21-го года и до сих пор поддержка присутствует. А это аппарат 24-го. Так что, получается, еще 3-4 годика сюда точно будут прилетать свежие версии дроида. Напомню, она у нас тут, получается, 14-я, максимально актуальная, опять же, на момент съемки данного ролика. Ну и все технические характеристики, опять же, продублированы тут. Snapdragon 8s Gen 3, 5500 мАч. Кстати, пробущенная баночка, это, опять же, плюс, что, наконец-то, с мертвой точки. С этих 5000 мАч мы потихоньку начинаем сдвигаться. Уже 5500, дальше 6000 мАч. Вообще будет хорошо. 16 гигабайт оперативной памяти, плюс буст расширения, который берется из основного накопителя, который этому смартфону в этом случае вообще, как по мне, не нужен. Ну зачем? 16-ти физически тут и так более, чем за глаза. Ну и версия у меня, получается, на 512 гигабайт общего накопителя. Экранчик там и так далее. Так, надо, конечно же, поклацать пасхалочку. Вот она. Все, действительно, 14-й актуальный дроид у нас устанавливается. Ну и давайте-ка перейдем сюда, посмотрим, что у нас тут интересного. На самом деле, это Realme UI 5-й версии, которую мы досконально, тщательно разбирали уже во многих других роликах. Поэтому тут, может быть, какие-то дополнительные косметические моменты, вот эти мультипапки и так далее. Опять же, благодаря искусственному интеллекту он должен работать шустрее. То есть, в целом, этот новый чип Snapdragon 8s Gen 3, он больше как раз-таки проработает с искусственным интеллектом. Какие-то другие моменты там, опять же, напалность анимации там и так далее. Разумеется, полностью глобальный девайс из местного магазина. Поэтому, конечно же, тут все Google сервисы присутствуют, и это Ru-версия. Опять же, есть Ru-store там и некоторые, опять, софты, которые, в принципе, вот, видите, вот эти обязательные, но на самом деле они, как видите, не предустановлены, просто рекомендации. То есть, они память не захламляют из коробки. Все остальное, конечно же, можно удалить. Вот, смотрите, что у нас тут есть в базе. Вот весь софт, который предустановлен непосредственно на смартфоне. Ну, какие-то программы можете удалить, они тут не зашиты, особо не мешает это все дело. Что еще такого интересного подмечу? Ну, в целом, работает вполне себе шустро. Экранчик у нас тут больше, чем Full HD+, 2700 там с копейками, а 120 Гц. Так, давайте-ка наболтаем максимальную пиковую яркость, оценим, потому что это сейчас ниже половины. Тут у нас 6000 нит, по заверению производителя. Опять же, это самый яркий экран в индустрии. К сожалению, сейчас под моими лампами это вам, на самом деле, не продемонстрировать, потому что на улице при прямых солнечных лучах он еще автоматически апает яркость и становится чуточку ярче. То есть, в принципе, ребят, для чтения каких-то текстов, да даже не на обязательно белом фоне, текст, ну, все остается читаемым, в принципе, довольно-таки комфортно. Быть может, поспорит Samsung Galaxy S24 Ultra, но я бы сказал бы, что у них яркость пиковая примерно на уровне. А Samsung я считаю сейчас самым ярким по дисплею вообще, и по комфорту работы на солнце там и так далее. То есть, тут все, в принципе, на уровне. Что касается шим, давайте я минималочку поставлю, посмотрим, уловит ли камера что-то. Но тут значение уже больше 2000, поэтому я не думаю, что мы что-то сейчас впоймаем. С подобными дисплеями, опять же, я работаю уже довольно часто, поэтому, ну, каких-то там проблем со зрением, проблем, опять же, с нагрузкой на глаза, я уже, наверное, на них и не замечал. Вот раньше, да, раньше все это дело чувствовалось. Сейчас же, блин, ну он яркий, капец. Что ж с ним делать? Давайте вот так опустим, чтобы никого не слепить, и меня в первую очередь тоже. Так, ладно, ребятушки, что я хотел подметить, давайте, наверное, перейдем к самому интересному, что меня лично больше всего интересует, это, конечно же, его производительность. Сейчас я поставлю себя тестом Antutu, мы прогоним девайс разиков 5, посмотрим, что же он нам выдаст. Ну и в Antutu 10-й версии наш сегодняшний герой, напомню, он базируется на Snapdragon 8s Gen 3, набирает 1 722 074 очка, что, опять же, соответствует, ну, действительно, флагманским результатам. Да, немножко не дотягивает до супертопов на 8 Gen 3 обычном, вот этом Dimensity 9300+, и так далее, который набирает уже около 2 миллионов очков, но все равно вот этих показателей более чем за глаза хватит для повседневки, и более чем за глаза хватит для игр в 120 FPS, это действительно мощный чип, и он мощнее, чем Snapdragon 8 Gen 2, и чуть-чуть мощнее, чем Dimensity 9200 со знаком плюс, ну, то есть это действительно вполне себе производительное решение, то есть какой-то неплохо сбалансированный по всем фронтам смартфон. Но в то же время захваливать и перехваливать еще его рано, потому что нам еще предстоит большая тотальная прожарка во всех современных играх с FPS, нагревом и троттлингом, быть может, все не так круто, как показывают синтетические тесты, но уже от прогона к прогону результаты скакали не сильно, был провал немножко ниже, чем 1 миллион 690 тысяч, было где-то вот так вот, и вот этот результат практически максималка, максималка была 1 миллион 732 тысяч очков, ну, в целом, опять же, показатели мне пока что нравятся, это, разумеется, о всех производительных режимах, GT и так далее, выжимал прям все соки, всю дурь из него выбил по полной программе, вот такие вот результаты у меня получились. Ну, а что будет дальше, покажут, как всегда, наши производительные тесты, точнее, тесты реальной производительности в играх с FPS, нагревом и троттлингом, ребятки, как я вам и обещал. А так, опять же, для повседневки этого железа хватит более чем за глаза, в интерфейсе он точно 120 Гц, я не знаю, вот можно было поставить сюда спокойно экран на 144 Гц, так, в предшествующем, помните, GT3, там был 144 Гц, да, он был плоский, но... А там что у нас ставилось? 8 плюс Gen 1, если меня не изменяет память, он миллион 300 выбивает там с копейками, ну, в целом, такой вот апгрейд, я бы сказал бы, процентов на 25-30, даже чуть-чуть больше. Но уже сейчас могу сказать, что я поставил PUBG обычный, не New State, вы постоянно пишите, поставь обычный PUBG. Так вот, это один из немногих смартфонов, который дает из коробки поиграть в 120 FPS, то есть настройка 120 кадров, разблокированный, в принципе, я покатал где-то, ну, чуть больше получаса, и не скажу, что у меня были какие-то просадки. PureDoc промониторил, все посмотрел, и, опять же, GameBench в нескольких мониторингах, и, в целом, скажу так, ребятки, ну, я пока что удивлен, пока что все перспективно, мы же встречаем это по одежке, но я буду делать тесты в течение часов 20, вот тогда, мне кажется, будет поинтереснее, но все равно, на данном этапе он мне понравился. Что будет дальше, уже покажут наши тесты, так что, лайчинские. Двигаемся далее, и следующий, важный для многих момент, разумеется, проверка качества звучания нашего сегодняшнего героя, я, разумеется, его уже послушал, обкатал на разных композициях, и, скажу так, в принципе, какого-то прям вау-эффекта в плане звучания, или как-то его выделить на фоне конкурентов, я, в принципе, не могу, он звучит, ну, плюс-минус точно так же, как и другие флагманы из этого диапазона, все вот очень-очень похоже, есть низы, середина, вверх, то есть каких-то там искажений, тресков и прочей ерунды, тут, разумеется, нет, звучит он, ну, просто нормально, адекватное стереозвучание, один динамик громкоговорителя, отдельный тут сверху в сторону, и другой в сторону, то есть, получается, не направленный в нашем случае, а по бокам, и они примерно с отношением баланса 50 на 50, то есть, ну, как я и сказал, придраться по звучанию я не могу, никакого вау, ну, ничего плохого тут нет, все на уровне с другими устройствами, возьми кучу 99% флагманов, и они все звучат очень-очень похоже, единственное, у кого-то там чуть больше низов, у кого-то чуть больше верха, у кого-то там середина чуть выделяется, и так далее, там все плюс-минус, вот так вот, ну, а сейчас давайте я попробую вам все это дело, разумеется, продемонстрировать, конечно же, мы слушаем все на разной аппаратуре, это тоже важно, я на петлицу пишу, потом в рекордер, сейчас уберу все эффекты, которые наложены там на голосе и так далее, чтобы был чистый звук, и попробую вам все это дело передать. Напомню, у меня версия на 512 гигабайт, как помню, самая жирная, и давайте заценим трек, конечно же, из библиотеки YouTube, откуда ж еще, и пусть сегодня будет вот этот трек. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Следующий немалажный пункт, это, разумеется, камеры, в принципе, на них производитель делает акцент, на работе с искусственным интеллектом и так далее. В общем, фронталочка, что довольно серьезная, на 32 мегапикселя, прямиком сверху по центру дисплея, ну, это классическое расположение сейчас. Далее у нас основной сенсор от компании Sony, это LUT808, довольно крупный датчик с оптической системой стабилизации, следом есть двукратный оптозом на 50 мегапикселей, и еще есть ширик на 8 мегапикселей и двухтоновых, как я говорил ранее, вспышка. В принципе, набор такой довольно неплохой, опять же, он отличается от версии для Китая, то есть даже в положительную сторону, что необычно. Так, ну и давайте посмотрим, что у нас по приложухе. Ну, тут все, в принципе, плюс-минус точно так же, как и на других реалмишках, как на серии 12 Pro и так далее. Единственное, там кое-какие свои собственные элементы. Так, есть управление вспышкой, там съемка быстро движущихся предметов, соотношение сторон, таймлайпсы, HDR, дополнительные настройки в настройках, тоже их тут довольно-таки много, там со всякими пунктами и так далее. И есть вот переход на широкий угол, основная камера, двукратный оптический зум и четырехкратный, это уже гибридный, и максимум можно улететь до 20-ти кратного. Но это уже, разумеется, будет цифровое приближение, как по мне, рабочие диапазоны от 0.6 до 10-ти. Вот так вот бы я лично пользовался. Украшательства всякие, там еще работы с искусственным интеллектом, а тут повсеместно напичкали они всякими, так сказать, фишками. Управление, кстати, диафрагмой, это портретный режим на основную камеру и на оптозум. Он как раз-таки и получается у нас как портретный идет режим ночь. Про высокое разрешение, тут максимум выжимаем все 50 мегапиксель, в остальных режимах всегда будет по 12. То есть пиксели будут группироваться по 4 в 1, и матрица будет получать больше свет. За счет этого лучше будет поведение камеры при съемке в недостаточном освещении и так далее. Ну а 50-50 можно как на основной, так и на оптозум. Что у нас тут еще такое интересное? Длинная выдержка, ускоренная съемка, групповый портрет и так далее. Ладно, ребятки, сюда посмотрим, что по видео. 4К и 60 кадров в секунду. Очень и очень хорошо. Я боялся, что будет 4К и 30 кадров в секунду, но тут 4К и 68К, к сожалению, не завезли. Но опять же, если это кому-то нужно. Есть суперстаб и так далее. Что у нас? Ну и режим улица. Опять же, по миллиметражу вот объективчики. И все, ладно. В общем, выходим на улицу. Берем нашего GT фото монстра за пазуху. И посмотрим, что же он покажет нам по части фото и видеосъемки. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Тест записи видеокамеры смартфона Realme GT 6. Итак, ребят, в общем, выставлены максимально доступные настройки для видеосъемки. Как я говорил ранее, это 4К и 60 кадров в секунду. Никаких там гимбалов, стедикамов, никаких других там подручных средств для видеосъемки не используется. Только с рук и только максимальные настройки для видеосъемки. И вот такую картинку мы получаем. Идем обычным прогулочным шагом, как всегда, классическая классика жанра. В принципе, для 4К и 60 кадров в секунду качество вполне себе неплохое. И мне все равно кажется, что тут не только оптическая работает, но еще и гибридная стабилизация. Потому что картинка прям очень плавная для оптостаба. А сейчас, ребят, запись у нас ведется уже на зум. Зум, оптическое увеличение, 2 крата, 4К, 60 кадров в секунду. Вот такую картинку мы получаем в этом случае. Ну а теперь с той же самой точки запись ведется на широкоугольный объектив. Но тут небольшая засада. Он может по классике, опять же, жанра снимать только в Full HD 30 или 60 кадров в секунду. Тут также есть система стабилизации. Но в целом, опять же, как для ширика, качество вполне себе адекватное. Еще раз всем привет, дорогие друзья. Сейчас записывается на фронтальную камеру нашего сегодняшнего героя. Итак, раскладываю все по полочкам. У нас тут, кстати, можно поснимать в 4К. Но это будет 4К, 30 кадров в секунду. Зато система стабилизации. Урага, как она тут электронная. Но, в принципе, я думаю, со своей задачей справляется. Девайс попутно держу на вытянутой руке. Можете оценить и максимальный угол захвата изображения. Но у всех у нас руки разные, поэтому, на самом деле, он будет отличаться. Так, ладно. В общем, ребятушки, так снимает фронтальная камера Realme GT 6 на максималках. Ну что ж, мои дорогие друзья, на этой ноте мы, как всегда, будем закругляться. Если вам понравилось данное видео, не забудьте поставить свой большой палец вверх. Подписываемся на канал, прожимаем колокольчик, чтобы пропускать новые ролики на нашем канале. Также посещаем все наши социальные сети. Наш YouTube, Roto, Яндекс.Дзен, группу ВКонтакте и, конечно, сообщество Telegram. Видеопосты с самыми крутыми ценами и скидками, которые только нахожу на просторах наших интернет-магазинов. Так, разумеется, и китайских интернет-магазинов. Всем еще раз огромнейшее, ребят, спасибо за внимание и поддержку. Видео лайков, подписок и одобряющих комментариев. Всем удачных покупок, действительно топовых, годных гаджетов. И до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok